Британский премьер не прогадала с решением о досрочных выборах. Результаты опросов прочь от Терези Мэй ошеломительный успех уже в следующем месяце. И похоже, она уже закрепила за собой место на Даунинг-стрит на следующие пять лет. Почему у главы правительства нет сильных оппонентов? Узнаем от Светланы Чернецкой. Особого доверия к опросам общественного мнения в Великобритании уже нет. Социологи не смогли спрогнозировать результат референдума по Брекзиту. Да и на последних парламентских выборах в 2015-м консерваторы показали намного лучший результат, чем им предрекали. Поэтому и сейчас к политическим исследованиям в стране относятся довольно осторожно. Правда, разрыв между соперниками прогнозируется настолько большой, что сомневаться не приходится. Правящая консервативная партия Тереза Мэй предрекает показатель в 47% голосов избирателей. А главным оппонентом лейбористской партии всего 29%. Резкий спад популярности лейбористов эксперты объясняют их непонятной позицией по Брекзиту. Партия агитировала за то, чтобы остаться в Евросоюзе. Но большинство ее сторонников голосовали наоборот за выход из ЕС. Поэтому сейчас и переметнулись к консерваторам, которые обещают неминуемый разрыв с Европой. Лейбористы же до сих пор не определились, как усидеть на двух стульях, чтобы и от принципов не отойти, и сторонников сохранить. Лидер партии Джереми Корбин предпочитает просто игнорировать вопрос о выходе из ЕС. Мы покинем Евросоюз, если вы будете премьер-министром? Посмотрите, мы приступим к переговорам с твердым намерением достичь всего, что мы хотим. Но это будет долгий процесс. Простите, Джереми Корбин, но мой вопрос был немного другим. Я спрашиваю, если вы станете премьер-министром, покинем ли мы ЕС, несмотря ни на что? Четкий ответ на вопрос так и не прозвучал. Главный оппонент Терезы Мэй и человек с амбициями премьер-министра не готов сказать Брекзиту ни да, ни нет. Джереми Корбин фигура довольно противоречивая. Он уже заявил, что даже в случае проигрыша на выборах не уйдет с поста лидера партии, как это заведено в британской политике. И это несмотря на то, что им уже недовольны многие члены его же партии. Корбина несколько раз пытались сместить и продолжают подстраивать мелкие пакости даже в такое ответственное предвыборное время. Например, в прессу слили предвыборную программу лейбористов еще до того, как документ утвердила верхушка партии. Раньше в руки журналистов попадали лишь отрывки черновиков в так называемых партийных манифестах. А в этот раз, как никогда, документ в полном объеме. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.